Несколько лет назад произошло значимое для США событие. Канабидиол стал легальным во всех 50 штатах. Канабидиол – это фармакологическая составляющая хмеля или конопли, которая была отделена от наркотического тетрагидроканабинола в случае с коноплей, и теперь может использоваться абсолютно законно, как пищевая добавка. С этого момента появился огромный интерес к данному средству, и рынок канабидиола буквально взорвался. Сегодня мы поговорим о физиологическом воздействии канабидиола на человеческий организм. Канабидиол – это не просто пищевая добавка. Цель данного видео – рассказать вам простыми словами про те глубокие научные исследования, которые доказывают важность канабидиола для здоровья человека. Для полного понимания механизма влияния канабидиола на организм человека сперва необходимо уточнить, а что вообще такое здоровье? Это отсутствие болезней, или это просто отсутствие симптомов и проявлений болезни? Не совсем. На самом деле это более сложное понятие. Итак, как работает организм человека? В общем виде, любой физиологический процесс можно описать противоположными понятиями, как инь и янь. Это противоположности и формируют гомеостаз, процесс саморегуляции организма. Если описать с этой точки зрения иммунную систему, то можно представить такие противоположные состояния, как покой и воспаление. Когда эти состояния находятся в гармонии, на воспаление идет иммунный ответ, то можно сказать, что ваша иммунная система работает правильно. Если говорить о нервной системе, то такими противоположными состояниями будут возбуждение и состояние расслабленности, и регуляция этих состояний обеспечивает правильную работу нервов. Гомеостаз эндокринной системы достигается при балансе работы катаболических и анаболических гормонов. Если говорить об окислительном стрессе, то следует отметить баланс окислителей и антиоксидантов. Конечно, так называемый окислительный стресс, большое количество свободных радикалов, это плохо. Но люди, стараясь достичь баланса, пьют вёдрами антиоксидантов, думая, что не делают вреда организму. На самом деле окисление это естественный процесс для организма, без которого человек не смог бы жить. То есть все системы организма должны находиться в постоянном балансе, так называемом гомеостазе. Возвращаясь к вопросу о понятии здоровья, можно сказать, что это способность организма динамически поддерживать оптимальный баланс всех жизненных систем. Следующий вопрос. Что же такое этот самый динамический баланс? Это достаточно сложное понятие, которое мы рассмотрим на простом примере, детского мобиля, который, возможно, был у вас в детстве или есть сейчас у вашего ребенка над манежем. Итак, мобиль это такая карусель со свисающими вниз на ниточках с звездочками. Если представить, что мобиль это организм человека, то каждая звездочка это своего рода сигнальная молекула, которая запускает в соответствующей системе организма процесс гомеостаза. К примеру, в случае с гормональной системой, звездочки, это и есть гормоны. В случае иммунной системы, звездочками были бы лимфоциты, именно те молекулы, которые заставляют иммунную систему начинать работать. Другими словами, динамический баланс это история про то, что все системы в организме постоянно в движении, и нарушение одной из них непременно ведет к нарушению остальных систем. Если мы с одной стороны снимем маленькую звезду и повесим игрушку побольше, то весь мобиль переклонится в одну сторону и больше не сможет правильно вращаться. Что любопытно, если представить организм человека в виде мобиля, то можно сказать, что разные системы постоянно подвергаются каким-либо внешним воздействиям, вроде различных заболеваний, смещают баланс его мобиля в какую-то сторону. Однако наш организм, в отличие от мобиля, умный, и он может скомпенсировать эти внешние воздействия, восстанавливая баланс. Это и есть гемиосаз. А теперь я постараюсь объяснить, как современная медицина и фармакология в виде лекарственных средств влияет на наш организм. К примеру, есть одна звезда, которая нарушает баланс его мобиля, то есть вашего организма, какое-либо заболевание. Вы идете к доктору, и он, после анализа, к примеру, назначает вам препарат. Вы его принимаете, пытаясь воздействовать на пораженную область организма, как бы на эту одну звездочку. Всем известно, что фармацевтические препараты имеют широкий спектр побочных действий, и как следствие приема препаратов, вы нарушаете работу другой системы организма. После этого начинаете пить препарат, который подлечит уже эту систему. Но побочные эффекты распространяются на третью систему. И, казалось бы, система функционирует, но мобиль остановился. Это значит, что система саморегуляции организма нарушена вследствие множественных внешних воздействий. Можно сказать, что каждая болезнь, вирусы и побочные эффекты от лекарств пагубно влияют на наши звездочки, и они становятся одна тяжелее, другая легче, что приводит к невозможности мобиля вращаться, сохраняя баланс. И мобиль либо останавливается, либо вращается настолько неравномерно, что если бы он был живым человеком, то мог бы оказаться в реанимации после очередного сильного колебания. Итак, мы выяснили, что фармацевтические препараты борются с симптоматикой и не влияют на пораженную систему в целом. Это заставляет организм работать в условиях огромной нагрузки. Следует отметить разницу между фармацевтическими средствами, которые действуют на отдельные звезды, и каннабидиолом, который в отличие от них воздействует на баланс системы, восстанавливает так называемый гомеостаз. Посмотрите на зеленые кристаллические шары, которые находятся у осей мобиля. Именно эта точка отвечает за баланс и устанавливает его. Условно говоря, если звезда дает нам ответ на вопрос, что происходит с данной системой организма, то зеленый шар отвечает на вопрос, почему это происходит. Давайте рассмотрим детальную физиологию человека и заглянем в нашу центральную нервную систему. На уровне отдельных клеток мы увидим, что каждая клетка покрыта рецепторами, которые могут передавать импульсы в ядро клетки, в котором, в свою очередь, содержится интеллект клетки, хромосомы. В каждой хромосоме содержится ДНК, содержащая информацию от многих регулятивных процессов в организме. Это похоже на программное обеспечение для компьютера. ДНК это как бы информация, которая заложена в нашем организме, и которая формирует многие аспекты нашей физиологии. Эта информация, это и есть нейротрансмиттеры, которые управляют нашим организмом. Под влиянием каннабидиола, через сигнальные молекулы, нейротрансмиттеры начинают передавать информацию более чем 1100 отделам ДНК таким образом, что восстанавливается правильная работа соответствующих клеток. К примеру, есть нейротрансмиттеры, управляющие нервной системой, есть трансмиттеры, управляющие эндокринной системой, иммунной и так далее. К примеру, в поджелудочной железе есть бета-клетки, вырабатывающие инсулин, которые необходимы нам для поддержания здорового уровня глюкозы в крови. А теперь представьте, что есть нейротрансмиттеры, которые могут управлять процессом выработки инсулина в этих клетках. И часть из этих трансмиттеров, большая часть, может управляться каннабидиолом. Скажем по-простому, к примеру, как мы уже заметили, в поджелудочной железе есть бета-клетки, вырабатывающие инсулин, необходимые организму определенных количествах. Если этот процесс нарушается, то после того, как в организм поступает каннабидиол, он влияет на нейротрансмиттеры, которые передают нужную информацию в клетку, и она восстанавливает свою правильную информацию. Так и достигается гомеостаз в данных клетках. Слева на слайде видно, как КБД регулирует гены, отвечающие за противовоспалительные силы организма и иммунный ответ. Также эти гены регулируют систему регуляции гамма-аминомасляной кислоты в нашей центральной нервной системе. Справа же на слайде видно, что каннабидиол огнетает те гены, которые продуцируют воспалительные процессы и успокаивают глутамотаргическую систему, которая приводит к чрезмерной возбудимости. А теперь вернемся к нашей системе мобиле и попробуем разобраться, как именно каннабидиол ее регулирует. Если глянуть на нашу разбалансированную звезду, то видно, как именно каннабидиол идет по каждой из точек баланса и приводит ее в состояние равновесия, то есть гомеостаза. Наша система организма намного сложнее, чем обычный мобиль с 12 звездами, которую я показал. К примеру, только одна иммунная система насчитывает более 350 различных сигнальных молекул, которые регулируют ее систему. Так что это уже будет очень большой мобиль. В свою очередь, эта сложность и объясняет такое количество побочных эффектов по препаратам, а также дает понять, почему, влияя негативно на один участок организма, непременно заденем и другие его части. Как бы сместив баланс одной звезды, мы нарушим и другие звезды, что нарушит гомеостаз в организме. Вывод. Каннабидиол способствует восстановлению гомеостаза в организме через нервную иммунную систему. Почему это происходит? Именно потому, что я ранее говорил, в нашем организме есть рецепторы, которые поддаются влиянию со стороны каннабидиола, а именно, CB1 и CB2, которые называются эндоканнабиноидной системой. Эндоканнабиноидная система – это сеть клеток по всему организму с рецепторами, чувствительными к КБД. Следует заметить, что эндоканнабиноидная система является наиболее большой и разветвленной системой во всем организме. В медицинском вузе мы не слышали о таком явлении, потому что его изучили только в 90-х годах. Одним из ее первооткрывателей стал доктор Рафаэль Мушулам из университета Хебри в Израиле, маленькой стране с крайне развитой отраслью медицины и биотехнологий. Среди прочего, доктор Мушулам также объяснил, что человеческий организм сам производит каннабиноиды, анандамид и два арахида наилглицерин, другими словами, 2-АГ-анандамид. Анандамид считается молекулой блаженства и синтезируется во время медитации. А 2-АГ-анандамид присутствует в молоке матери, что объясняет спокойствие ребенка во время кормления грудью. Так же эти вещества выделяются при беге, на пике напряжения, и когда происходит их выброс, то человек ощущает счастье, приток силы и энергии, что в народе называют второе дыхание открылось. Итак, у нас в организме есть рецепторы восприимчивые каннабидиолы в центральной нервной системе, в сердечно-сосудистой системе, в костном мозгу, где они собственно и создаются, в иммунной системе, в ЖКТ, в селезионке и лимфатической системе, в мочевыводящей системе и так далее. То есть, наш организм полон рецепторов каннабидиола. Теперь вы понимаете принцип работы каннабидиола. Почему это важно? Почему это важно для меня и для вас? Или для бизнеса, который продает препараты с каннабидиолом? Это важно для всего человечества. Независимо от того, где вы проживаете, в провинции или в крупном городе, если вы пребываете в состоянии стресса, то ваша нервная система угнетена так же, как иммунная система при различных заболеваниях. Сюда накладываются и другие факторы, влияние гербицидов, пестицидов, токсинов и тяжелых металлов, городской смок, персистирование вирусных, грибковых и бактериальных инфекций и так далее. Последнее, что угнетает наш организм, это диеты, которые бедна на полезные и необходимые нутриенты, и одновременно богаты быстро усвояемыми углеводами и сахарами, что вызывает сбои в липидном обмене, а так же создает благоприятный фон для развития бактериальных инфекций. Если вы сталкивались с этой симптоматикой, то как думаете, это все влияет на нервную иммунную систему, это вызывает их разбалансировку, что сбивает работу всего мобиля и нарушает гомеостаз. В свою очередь, это может приводить к многим сбоям, вплоть до системных заболеваний, таких как рассеянный склероз или ревматоидный артрит и прочих алтоиммунных болезней. Поражает, что 100-150 лет назад данные болезни встречались значительно реже, что свидетельствует о росте эпидемиологии по данным группам заболеваний в силу развития вышеупомянутых факторов, загрязнения окружающей среды, стресс, токсины, образ питания и так далее. Также, если системно нарушен гомеостаз нервной системы, что значительно чаще, то человек страдает от когнитивных дисфункций, мигрени, эпилепсии, посттравматического стресса, СДВГ, аутизма, бессонницы и так далее. Опять же, 150 лет назад эти болезни были очень редкими, однако при продолжительном поражении нервной системы организма, эти заболевания распространяются с каждым годом. Итак, если вы страдаете какими-либо или схожими из вышеколечисленных заболеваний, то употребление каннабидиола для вас будет очень эффективным и принесет осязаемый результат. Воздействие на ЦБ1 и ЦБ2 рецепторы вашей эндоканнабидной системы, он постепенно приводит к состоянию гомеостаза вашу иммунную и нервную системы. Что можно вынести из этого разговора в качестве вывода? То, что здоровье достигается посредством физиологического гомеостаза через эндоканнабиноидную систему. Таким образом, каннабидиол – незаменимый катализатор оптимального здоровья. Продолжение следует...